Окей, let's go! И смену, но ничего, 6.25, начинаем сегодняшнюю смену, все готово, помыл машину, заправил, все четко, все готово. Как я сказал, сегодня у нас 6-го, друзья, за сегодня 0, можно выйти на линии, 6.24 по времени, все готово, надо выйти на смену, кофе уже есть с собой, позавтракали, вам хорошего просмотра, вы уже знаете, что делать, прежде чем начинать видео. Вам хорошего просмотра, друзья, нам хорошей кассы и хороших пассажиров, мы начинаем сегодняшнюю смену, поехали! Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую сертифицированный таксопарк Эксперт Парк. Я сам лично работаю в этом таксопарке и вам тоже рекомендую, чтобы работать, зарабатывать вместе с нами. А не подключать всех водителей из всех регионов, с Калининграда до города Владивостока. Всего лишь 50 рублей комиссия парка, это самый хороший вариант для всех водителей, тех, кто работает в такси. А если вы хотите работать на доставке, заказывайте термокороб, термокороб доставляется по всей России бесплатно. 4 вида моменталок, вы можете выводить свои деньги в любое время, за приведенного друга можете зарабатывать 1000 рублей. Они начали сотрудничать с парковых самозанятых, они подключают самозанятых водителей. Эксперт Парк 2.0 Не забирает ни копейки, недельные бонусы, цели, лужи, ничего не забирает. Всего лишь будете платить 50 рублей и работаете, зарабатываете. Собственный колл-центр 24 на 7, они отвечают на все ваши вопросы, они решают любую проблему, даже если вас заблокировали. Я всегда вам рекомендую самого хорошего, надежного, одной из самых крупнейших таксопарков во всей России, Эксперт Парк. Подключайтесь, все данные будут в описании, на экране тоже. Звоните, вам отвечает живой человек, а не какой-то там робот или бот. Выходим на линию, кафе нету, подключаем, а, эконом даже подключен у нас, наверное в центр нормальный кафе, да. Да, потихоньку передвигаемся в сторону центр, смотрите, где я нахожусь, там вообще нету кафе, как-то специально делает, да, все Яндекс. Ну ничего, передвигаемся в сторону центр и оттуда что-нибудь будем ловить. Сегодня суббота, должен быть мало пробки, хорошие заработки. Баи-баи-баи, вот это да, принимаем. Вот, честно говоря, только что хотел, что если был бы дальний какой-нибудь заказ, я бы принял бы, так и сказал, внутрь себя и принял заказ в аэропорт по тарифу комфорт, едем, чтобы поотдаваться. В пути были 33 минуты, 43 или 44 километра мы проехали, завершаем поездку. Посмотрим, сколько здесь очередь. Город Владивосток, международный аэропорт. Ну-ка, вы в очереди. Окей, ну-ка, показывай. Какой очередь? Вот здесь ждут заказы такси Максим. Что, им разрешено, что ли, ждать вовнутри аэропорта? Или они нарушают правила? Очередь, смотрите, какой, друзья. 56, 60, 41, 45. Три часа показывает. Сейчас припаркуем машину, посмотрим ближайший рейс. Если ближайший рейс будет очень долго, то она того не стоит. Просто поставить кнопку по делам или домой в сторону Владивосток и принимать заказы хотя бы с Артема. Нету смысла здесь ждать, потерять свое время. Наверное, будем ждать, друзья, час. Потому что, смотрите, Иркутск, Новосибирск, Череметово, Пекин. Ну, до 8.20. Время 7 уже, 19. Час будем подождать, посмотрим, что будет, как и будет. И если, если обратно за час не будет ни одного заказа, то, то дальше уже потом по кнопку домой, по делам, надо будет ехать в город. Смотрите, палма машины. Здесь, что я хотел вам сказать, раньше было чуть по-другому, вот, ожидание для таксистов, парковка. А сейчас нарисовали по-другому. С правой стороны никаких парковок нету, но там есть этот поворот. В основной все там припарковали машины, а сейчас нету смысла. Сейчас делаем разворот и будем ждать на парковку, где там Кедр-Халл. Там на парковку будем подождать, а то нету другого места. Раньше синяя зона, имея в виду ожидание вот заказов с аэропорта, действовал до вот этого развязки, короче. А сейчас здесь нету. Вот, пока вы делаете разворот, если будет поток машины очень много, вы должны вступать в дорогу вот с левой стороны. И просто пацаны сказали недавно, вот, они просто подождали, пропустили машину, потом уже вернулись на синюю зону, но не было заказа. То есть уже они покинули очередь, представляете? Такое тоже бывает. Поэтому по-быстрому надо заехать обратно на синюю зону. Вернитесь в синюю зону, в ближайшее время, чтобы не потерять доступ к очереди. Окей. Время 8.25, прошло час, еще осталось где-то 15 или 20 минут, я уже получаю заказ. Комфорт 6.15, Комфорт Плюс 11.15. По очереди жду, и вернемся в город, и дальше будем кататься. Сижу, отдыхаю, смотрел футбол только что. Смотрел только что футбол, чемпионате Европы, там по четвертьфинал. А мне дают заказ по тарифу Комфорт. Вот, принимаем, что-то без кайфа, ну нормально. Знаете, вот каждый раз я замечаю, когда я беру в руки телефон, то есть камеру, когда я в руки беру камеру, именно в тот момент мне дают заказы. Нормально, принимаем, едем, чтобы подаваться. Завершаем поездку, приехали на ней будто за 1313 рублей. В пути были 43 минуты, почти проехали там 46 километров. Нормально, завершаем эту поездку. У нас уже следующий заказ, зеленый бульвар 23. По тарифу Комфорт с КФМ Плюс 130. Я получил заказ, завершаю эту поездку. Едем, чтобы подаваться. Нормально. Заказ будет оплачиваем. Ну-ка. Вот вот здесь шлагбаум, охраняемый двор. Надо заехать, сейчас показывать надо. Интересно, да, надо показывать на камеру заявку, а потом шлагбаум откроется. А здесь же сидится охранник. А он что делает? Что-то я не понял. Он же охраняет, и он же мог пропустить меня сам. Но еще кто-то там на камеру стоит, и он проверяет заявку и пропускает. Ну да, нормально такое. Куда мы едем? Мы на Гомарника 3Б, на Асклепе. С Суханова 6А приехали на Калинамол. Попросили подождать. Сказали, что если долго будет ожидание, они сами оплачивают парковку. Я уже карту отдал. И дальше едем на Светландская 4. Платное ожидание идет. В пути были 46 минут, друзья. Они попросили еще заехать на Светландская 76 Дроп Корпус 62. И сказали, что оставляет еще там Чивы. Я сказал, окей, без проблем. Должен расчитать по счетчику 570. Ну, где-то 700 чем-то должен быть за... Если они оставляют Чивы. Ну, они сказали, что оставляют точно. Завершаем следующий заказ. Пограничная. Приехали на Станиковича. В пути были 5 минут. 281 рублей, друзья. Это за сегодня у нас 8-й заказ. Мы на линии уже 6 часов. На линии 6 часов, но за рулем 5. Потому что сейчас я подождал заказ с аэропорта. За 8 заказов сколько мы зарабатывали? Ну-ка, 4200 должен быть. Пока еще обновляется. Последних заказов вот нету. Что-то долго обновляется в последнее время в Яндексе. Ну, 8 заказов. 4200, друзья. Потому что до этого я приехал с 2-й речки до пограничной 4. А потом с пограничной 4 на Станиковича. Пока еще вот рассчитается. Ну, типа так. Нормально. Сейчас еще где-то полчаса будем откатать. И, может быть, делаем перерыв. Время обеда. И сразу же в тот момент перерыв будет, наверное, на 2 часа. Час уходит на обед. А час по делам, короче. Сегодня во Владивостоке прям хорошая погода. Вчера был дождь. Сегодня вот солнечная погода. За бортом 26. Сегодня суббота. Вот те, кто отдыхает, вот им повезло, короче. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я водитель такси. А сейчас мы, сейчас мы форбалом откроем, чтобы во двор доехать. Не, я понял. Вы во сколько, ну, когда выходите? Просто уже прошло 10 минут. Как это понять? Прошло уже 7 минут, 10 минут уже прошло. Я звоню, они говорят. И мы открываем вам шлагбаум, вы заедите, мы выходим. Ну, по правилам Яндекса, 3 минуты бесплатное ожидание. То есть, по комфорту, по комфорт-плюсу, там 4 минуты. 6 минут будет платное ожидание. Дальше уже никто не будет платить за это. По сумме, вот смотрите, 1057. Хороший заказ, да. Что делать, не знаю. Сейчас просто буду предупреждать, чтобы в следующий раз так и не сделали. А то это нехорошо, неуважение к водителю. Я просто чувствую, если я отменяю этого заказа, знаете, я могу получить там 150 или 200 рублей. Шлагбаум так и так вот открыли, я не успел заехать. Давайте я отменяю заказ. Пассажир не вышел и все. Тысячи не надо. За ожидание просто должны они платить и все. Когда человек нормально не разговаривает по телефону, я ему объясняю ситуацию. Да, правильно, написали они, что они выходят. И, не дослушая меня, просто говорят, что давайте заезжайте к Шлагбауму. Извините, такой не пойдет. В следующий раз вы будете узнавать, что таксисты это тоже как и вас, как люди. И вы должны выходить как бы за 10 минут. Если за 10 минут не выходите, то водитель может отменить заказ. У него есть право. Имейте в виду. Если не знаете, заходите в приложение и прочитайте там правилу. Все. Я за этот заказ не знаю, сколько получил. Давайте я вам показываю. 179 рублей за ожидание. Да, 800 рублей я не зарабатывал, но я отменил заказ. Не знаю. Тот заказ отменил. Все равно мне дали дальний заказ. Без кнопки там домой, по делам, без никаких кнопки. Просто мне дали этого заказа. Ну, нормально. С кэфом плюс 180 по тарифу комфорт. Едем, чтобы поддаваться. Не зря я отменил тот заказ. Я зарабатывал там 150 рублей с вычетом комиссии. Ничего не делая. Просто 10 минут подождал. За эти 10 минут компенсировали. Ну, тот пассажир и тоже в следующий раз будет узнавать. Это будет для них хороший урок. Этот заказ у нас будет 1558. Но еще там был указан Часовитино. Если там будет ожидание, то есть надо заехать на Часовитино, а потом надо ехать в Артем. Поэтому, наверное, будет даже больше. Там 1600-1700. Это поездка. Мы уже на месте. Завершаем поездку в кольцо Артема. Оказывается, здесь есть какой-то зона отдыха. 1662 рубля. В пути были час 18, то есть 17 минут почти. Знаете, что? Отсюда можно, может быть, идти в аэропорт и оттуда принимать заказы. Здесь что-то интернет тупает. Сейчас уезжаем и там будем посмотреть, если, возможно, будет заехать в очередь. Я только что посмотрел. Только что посмотрел. Там ближайший рейс с Москвы будет 14.15. То есть 14.00. Ну, где-то через 15 минут. Надеюсь, что могу оттуда получить что-нибудь. Едем в ту сторону. Ну-ка, у нас эконом отключен. Аэропорт нет. Ну-ка, что говорить. Очередь, недавно слишком долгое ждание заказа выключенных тарифов. Окей. Пока еще передвигаюсь в сторону аэропорта, мне уже дали заказ. Подача, да, 5 километров. Но зато в город Владивосток. С КФМ 100. Владивосток, улица Маковского, 65. Нормально. Едем, чтобы подаваться. Завершаем поездку. В пути были 31 минут. Приехали на Роял Парк. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Пожалуйста, убедитесь... 1045 рублей. Ожидание было там где-то 10 минут. Из них пассажир попросил, чтобы заехать в магазин. Купить там пиво. И все, мы заехали. За ожидание вот получилось 1045. Сверху там добавился чем-то рублей. Я уже ближе к Седанка Сити. Это был у нас 10 заказ за сегодня, друзья. Что-то долго обновляется. Может быть, обновить приложение. Интернет хорошо не работает. Как и мы сказали, сделано 10 заказов. Зарабатывали 6700. За сегодня, друзья. За сколько часов? За 8 часов. За 8. Зарабатывали эту сумму. Ну, что-то здесь интернет хорошо не работает. Я должен передвигаться в сторону Седанка Сити. И оттуда что-нибудь будем ловить. В сторону город. И надо поесть. Я каждый день в 11-19 часов уже поел. Поел. Время обеда было. Но в этот раз что-то я ездил в Артем. И оттуда обратно в Намаковского. Тратил больше времени за рублем. Вот теперь надо поесть. 2 часа будет перерыва, друзья. Но пока еще нет. Пока еще передвигаемся в сторону города. И когда уже будем в городе, держу вас в курсе. Последний заказ мы завершили, друзья. Во сколько? Давайте сейчас я вам буду показывать. 14-25. Время 16-24. Потратил 2 часа. Перерыв был там. Поел. Доделал монтажа. Теперь можно выйти на линию. Давайте я вам что хочу показывать. Если вы заметили, в приложении появился новая кнопка. До этого этого не было. Как-то по кнопке проводника. Вот смотрите. По делам 2. Мой район 2. И домой 3. Короче. А в другой город можно как бы выбирать. Я сегодня это может быть под вечер буду вам показывать. Если получится. Да или нет. В Артем. Или в Уссурийск. Или в Большой Камень. Мы куда-то будем ездить. Либо завтра утром. Пока что не знаю. Пацаны там обсуждали. Это заказы даются по межгороду. Там по ценам низкие. Или выше. Будем проверить. Выходим на линию. Пока что подключен. 2 тарифа. До этого момента. Как и мы показывали. 10 заказов. 6-700 на кассе у нас. Подключен. Комфорт и комфорт плюс. Подключаем эконома. Все. Продолжаем. До. До 8. Время 18.05. Друзья. Опять я принял заказ. Дальний. Короче. Подгорная. 25 километров 30 минут показывает. За сегодня это будет третья. Короче. Дальняя поездка. Первый был это с утра в аэропорт. Второй был это в Артем. А третий вот до Артема. Ну. Суббота. Погода хорошая. Все гуляют. Все катаются. И почему бы нет. Когда дает хорошие заказы. Единственный минус. Этот заказ был не с хорошим кэфом. Почему? Потому что. Потому что. В центре нету кэфа. В остальные везде есть хорошие кэфсенты. Что-то Яндекс меня катает только в центре. Ну нормально. Это будет наверное за сегодня 16 заказ. Заказ. Да. 15 заказ. 7800 на кассе у нас друзья. Приехали на Днепровское друзья. Днепровское 101Б. 958 рублей. В пути были там сколько? Я даже забыл. Здравствуйте. Жду вас на улице. Спасибо. Окей. Я вам хотел показывать туда. С Суханово. Она подгорная. Ездили на 719 рублей. Обратно приехали. С 4 пригорная улица на Днепровское 101. По тарифу комфорт. Тот тоже был по тарифу комфорт. Но без коэффициента. А это был с платной подачи. Поэтому я принял этого заказа. 958 рублей. Все. Едем чтобы подаваться. Еще у нас осталось час друзья. Чтобы отрабатывать. Ростнефть. Хорошо. Отвечаем. И все. Едем чтобы подаваться. Это тоже был с кэфом 120 или 130. Вот так. Время 8-10 друзья. В центре такой коллапс. Все пробки именно там. Показывают по карте 2 балла. Все пробки именно в центре. Знаете что будем делать? Будем использовать мой район. Либо на полчаса. Либо на час. Давайте на час будем кататься. Чтобы не попасть в этот. Как сказать. В пробки. Вот так будем ставить. Вот. Нормально. На час. И все. Выходим. Будем кататься. Даже подключаем тариф эконома. Во-первых. В центре такой коллапс. И там нету коэффициента. Вот смотрите. Нету кэфа. А мне дойдет вот такой заказ. Светланская. 109. На океанский проспект. Окей. Принимаем. Едем чтобы подаваться. Нормально. По тарифу комфорт плюс. Последний за сегодня заказ. В пути были 5 минут. Приехали снова в отель. Партизанского проспекта. На. Толстого 50. 172 рубля. Друзья. Сейчас припаркую машину. И подведем итоги. Оказывается. За сегодня я был на линии. 12 часов. Да. 12 часов. Потому что первый заказ я принял. 6. Где-то 35. Или где-то 40. Примерно так был. За сегодня. Друзья. Заканчиваем смену. Сколько мы зарабатывали. Сколько мы проехали. Наверное всем это интересно. Мне самому тоже это интересно. Давайте подведем итоги. Я за сегодня был. 12 часов. На линии. 378 километров. Проехал. Время 20.49. На кассе у нас. 22 заказов. 10.263 рубля. Друзья. Вот такой результат у нас. За сегодня получилось. Через час. 45 минут. Доступ к заказам. Будет ограничен. Если заметили. За вчерашнюю смену. Тоже так же был. Осталось там час 50. Мы уже закрыли смену. Вот такой видеоролик. И вот такой смена у нас получилась. Друзья. Завтра воскресенье. Но я не буду нарушать свой график. И завтра буду проснуться. Как обычно в 4.30. Выхожу пораньше. Буду откатать. Но завтрашняя смена наверное будет короткая. Где-то может быть 6 часов. Может быть 8. Может быть 10 часов. Но воскресенье я 19 часов не буду откатать. Это точно. Всем вам большое спасибо за ваше внимание друзья. За вашу поддержку. В таком хорошем настроении я с вами попрощаюсь. Берегите себя и своих близких. Это очень важно. С вами был Мирделол Касимов. До скорой встречи. Пока ребята. Субтитры сделал DimaTorzok